Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сети этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал о маркетах, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на закрытии недели на повестке экономического календаря в 6.00 по GMT прям совсем скоро будем анализировать данные по уроничным продажам Англии. Еще один потенциальный катализатор для британской валюты. Я рассчитываю увидеть хороший отчет, но в целом и дальше уверен, что фунт сохранит лидерство на рынке в качестве растущих инструментов и сможет выйти на новый локальный маркет. Пара фунт-доллар уже тестирует отметку 1.33. Но учитывая то, что Банк Англии оставил процентную ставку без изменений, я думаю, то, что это бычий ралли, который в целом продолжается уже не первую торговую сессию, еще в самом начале своего цикла. В 12.30 по GMT выступление Тифа Маклима, руководителя Банка Канады. Тоже важное событие. Мы некоторое время назад добавили доллар-канадец в наш портфель и следим за них. Все-таки пытаюсь больше, наверное, найти основания для распродаж канадского доллара. И в последнее время нашли их, потому что готовимся к более агрессивному снижению ключевой процентной ставки, о чем нас предупредило руководство канадского регулятора. Очень рассчитываю то, что сегодня Маклим будет придерживаться той же риторики и, соответственно, пара доллар-канадец, которая сейчас торгуется в районе 1.35-1.55 сможет выйти на новые максимумы. И в 15.00 по GMT сегодня ждем воздупления Кристин Лагард. Давненько не было стоящих катализаторов для движения евро, потому что мы уже после ЕЦБ смирились с тем, что на евро будет влиять американский доллар. Но вот посмотрим, заодно и проверим нашу теорию. Действительно же евро игнорирует весь фонд, связанный с национальным фундаментом. Если Лагард, риторика Лагард будет снова содержать комментарии о том, что зарплаты остаются высокими, что, соответственно, является причиной сохранения традиционных рисков, то, друзья, у евро сегодня, покупателей евро, скажем так, есть возможность рвануть к сопротивлению 1.12. И вообще, я оптимист в плане закрытия этой недели, я думаю, что было бы неплохо обосноваться рисковым инструментом на новых локальных максимумах. А индексу доллару, который, ну, прям тянет его к уровню поддержки 100 пунктов, чтобы достал оттуда. И со следующей недели уже, как бы, с новых уровней, с новых вводных, еще раз оценим перспективы долгосрочного характера по всем активам. Давайте чуть подробнее. Индекс доллара 100.25. Ну, прям совсем чуть-чуть до уровня поддержки. Пишите в комментариях, считаете ли вы, что сегодня эта цель будет сделана. Я буду рад, что если доллар снова протестирует данную планку, потому что это будет еще одним доказательством того, что рынок готов к тому, чтобы отправить индекс доллара ниже данной планки. Но если мы не сможем добраться до данного ценового значения сегодня, не расстроюсь, у нас будет достаточно фундаментальных событий дальше, которые мы будем использовать для того, чтобы снова высматривать все перспективы и возможности для снижения этого инструмента. Заседание ФРС. Решение поставки. Впервые за четыре года ее снизили на 50 байсных пунктов. Это ответ на ситуацию на рынке труда, которая ухудшилась. Это ответ на сохранение дезинфляционного тренда. Мы больше акцент сделали на прогнозы руководства Федерезерва по поводу экономики. Они были ухудшены до 2% с 2,1%. На ухудшенный прогноз по рынку труда уровень безработицы ожидается на отметке 4,4% против прежней оценки 4%. И инфляция. Здесь устойчивый тренд нисходящий, скорее всего, продолжится, и ФРС в этом не сомневается. Поэтому прогнозирую, что к концу года индекс потребительских цен составит 2,3% с 2,6%. Мы проговаривали эти моменты еще вчера, но я хочу, чтобы вы все-таки осознали, что в этой риторике четко прослеживаются опасения за будущие перспективы американской экономики. Именно поэтому ФРС сделал ход к нему и сразу снизил ставку на 50 байсных пунктов. Точная диаграмма сейчас показывает, что до конца года ставку могут скорректировать еще дважды. Это, я думаю, даже не обсуждается. В ноябре, в декабре ее снизят. Можем попробовать поспекулировать на идею того, будет ли еще одно снижение ставки на 50 байсных пунктов. Но предлагаю все-таки активнее вернуться к этой теме только лишь после того, как мы получим еще один слабый отчет по Non-Farm Perils. Не сейчас. Паул снова отметил, что все зависит от фундаментальных отчетов. Если экономика начнет демонстрировать признаки восстановления, устойчивые, явные и очевидные, то темпы снижения ставки, смягчения экономической политики заметятся. И в противном случае ФРС будет действовать активнее. Ну, в общем, тезисы, которые нам уже известны. Я сторонник, друзья, дальнейших распродаж доллара. Надеюсь, что среди вас есть тоже те, кто примкнули уже в ряды продавцов и вместе со мной смотрят на уровни где-то там пониже 100 пунктов уже в долгосрочной перспективе. Золото 2,592 доллара за тройскую унцию. Три фактора, которые остаются основной движущей силой для золота – это доллар, трежерис и сантимент. Сантимент 25%, меньшинство в длинных позициях. И что-то подсказывает мне, что уже прям совсем скоро, может быть, даже до открытия американской торговой сессии мы увидим отметку 2600 долларов за тройскую унцию. Доллар канадец 1,3555. Я вкратце уже проговорил про перспективы этой валютной пары. Очень многое будет зависеть от того, что сегодня скажет Маклим. Но я не думаю, что за неделю что-то изменилось в его осуждениях. А с выходных у нас явно тянутся тезисы о том, что ставку снизить на 50 байсных понтов. Я думаю, что в каком-то формате эти тезисы будут повторены и сегодня. Единственное, что сейчас оказывает поддержку канадскому доллару – это рост цен на нефть. Но мне кажется, учитывая, что цены на тот же самый бренд сейчас почти 74 доллара за баррель, это уже слишком много и коррекционная динамика может начаться опять же прям под закрытие этой недели с учетом эффекта пятницы. Поэтому я пока, сохраняя оптимистичный настрой в отношении перспектив доллара канадца, уж очень мне нравится идея продажи канадской валюты из-за перспектив агрессивного и значительного смягчения экономической политики. S&P 500 – 5770 пунктов. Друзья, прям мощное ралли. Мы обновляем исторические максимумы. Я очень уверен в том, что мы скоро увидим отменку 6000 пунктов. Поэтому есть еще возможность примкнуть к этому составу и попробовать изъять с рынка вот эту потенциальную прибыль, которую, на мой взгляд, стоит сейчас изымать, учитывая предсказуемость этой сделки. Доллар и иена – 142.15. После решения по процентной ставке ее, кстати, не изменили. Я думаю, что будут хорошие возможности и условия для открытия новых позиций, но нет. Какой-то острой реакции не последовало. Я предлагаю уже дождаться, как мы завершим неделю, а в понедельник вернуться к оценке перспектив доллара и иены. Но сразу хочу сказать, что я вряд ли куплю валютную пару. Буду настаивать на том, что мы увидим новые минимумы. Австралийство против доллара 0.6825. Спасибо австралийскому рынку труда. Очередной месячный сильный отчет. Уровень безработицы на прежней отметке 4.2%. Но занятость за месяц выросла на 47.5 тысяч. Это чуть-чуть ниже, чем два месяца назад. Прогноз предполагал увеличение числа занятых оценкой в два раза хуже. То есть сильный рынок труда, напомню, это предвестник роста потребительской активности. То, о чем нам говорила Мишель Буллок, которая считает, что Резервный банк Австралии вынужден будет поднять процентную ставку. На этой идее мы уже давно растем. Наша цель 0.69. Первая целевая отметка была 0.68. Как видите, мы ее достигли. Вполне возможно, что можно среднесрочно замахнуться на планку 0.70. Фунт против доллара 1.33. Решение по ставке 5%. Ставку оставили на прежнем уровне, что логично. Из-за роста базовой инфляции с 3.3 до 3.6%. Я об этом говорил. 8 из 9 голосующих членов поддержали идею сохранения статуса КОИ. Только один голосовал за необходимое снижение процентной ставки. Но один в поле не воин. Поэтому будем дальше работать в ожидательной позиции и на этом фоне толкать фунта выше. По евро проговорили уже. Соответственно, пока нет каких-то дополнительных вводных. С учетом того, что мы просто сейчас ожидаем выступления лагарда, подведем итоги уже в понедельник. Ну, полагаю, что ничего не изменится. Что касается рынка нефти, 73.85. Текущие котировки по-прежнему вне рынка. Но хочу обратить ваше внимание, что, с одной стороны, кажется логичным сейчас примкнуть к вот этому растущему рынку, учитывая, как сильно раздувает тему, связанную с ближневосточным конфликтом. Но есть очень серьезный сдерживающий фактор. Это рыночный сантимент. Практически 75% трейдеров сейчас находятся в длинных позициях в надежде как раз на продолжение роста. Обычно рынок действует иначе. Возможно, сейчас мы уже находимся на пиковых значениях. Если сегодня доберемся до уровня 75 долларов за баррель, я позволю себе смелость начать рекомендовать вам закрытие в следующей неделе коротких позиций. Ну, об этом поговорим уже в понедельник. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока.